Здравствуйте! Вы смотрите передачу Экономика дня на телеканале CBC в студии Елены Косолапова. В этом выпуске поговорим о Японии и о рекордном почти за 40 лет падении курса иены. В гостях у нас в студии сегодня Толят Калаев, директор инвестиционной компании Unicapital, а по видеосвязи к нам присоединяется Владимир Рожанковский, управляющий директор компании Trade123. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Большое спасибо, что присоединились к нам сегодня. Здравствуйте! Итак, касательно японской иены, японской национальной валюты, она на сегодняшний день упала до уровня 160 единиц за доллар. Это самый низкий уровень с 1986 года. Ну и в результате мы видим, что сейчас иена это среди развитых стран самая слабая национальная валюта. Несмотря на то, что правительство Японии принимает очень серьезные меры, серьезные валютные интервенции для того, чтобы иену поддержать, видимо, не очень пока помогает. Хотелось бы сегодня постараться разобраться в причинах вот этого падения, но сначала немножко взглянуть в историю и вообще понять, как строится японская экономика, какова ее структура. Толят, хочу сначала обратиться к вам. Вообще Япония это была одна из самых пострадавших стран во время Второй мировой войны. Единственная страна вообще в истории, которая подверглась ядерным бомбардировкам. Достаточно небольшая страна, не богатая природными ресурсами. И при всем при этом, с 50-х годов прошлого века там начался очень резкий экономический рост. В некоторые годы рост ВВП превышал 10%, составлял двухзначную цифру. Как вы считаете, благодаря чему всего за несколько десятилетий Япония из бедной разрушенной страны превратилась в третью экономику мира? Это произошло из-за реструктуризации экономики. Правительство Японии перешло к развитию от легкой промышленности до тяжелой индустрии. И активные капиталовложения в эту отрасль привело к тому, что начиная с 1968 года Япония стала второй экономикой мира и обогнала Западную Германию. И очень долгое время эта экономика до 1980-х годов являлась процветающей страной. Но начиная с 1980 года начался период стакфляции, что в итоге привело к тому, что с 2010 года Китай обогнала Японию. И она уступила уже место, стала третьей экономикой мира. А начиная с прошлого года, когда национальная валюта начала дешевееть и доллар торговался на уровне 150, номинальный ВВП упал и Германия обогнала Японию. И, соответственно, по уровню ВВП она спустилась до четвертого места. Очень много событий способствовало тому, что Япония с развитой страны начинала ослабевать. И больше всего данному событию в начальном этапе все способствовало... Япония сама как культура, как население, она является монокультурой, моно-страной. То есть практически 98% населения это японцы. После Второй мировой войны население начало сплочаться. И появились идеи, что у нас нет природных ресурсов, надо как-то развивать свою экономику. И активно, как я уже вам сказал, все переросло в то, что тяжелая индустрия начала развиваться. На данный момент Япония является страной, которая является реализирующей в области кораблестроения, автомобилестроения, робототехники, занимается экспортом высоких технологий. Но по истечению определенного времени Япония сама, население страны, она стареет. То есть рождаемость внутри страны за последние 8 лет она начала падать. И появляется проблема кадров внутри страны. А так как страна моно-страна, то есть больше населения японцы, они не любят привлекать экспатов, а также очень долгое время рост зарплат замедлялся или был на уровне 0%. Если сравнивать, например, с экономикой Германии, за последние 10 лет зарплата в Германии увеличилась в 2 раза. Там инфляция была на уровне 0% примерно. Абсолютно верно. И, соответственно, падение рождаемости привело к тому, что покупательная способность начала падать, и экономика начала уступать в развитии по отношению к другим развитым странам. И это привело к нынешнему падению экономики. Владимир, хочу теперь к вам обратиться и все-таки вернуться немножко на несколько десятилетий назад и понять причины японского экономического чуда. Ведь действительно экономика очень интенсивно развивалась, причем это было не какое-то однобокое развитие экономики за счет какого-то одного сектора. Это было достаточно сбалансированное развитие. Очень во многих секторах Японии удалось достичь хороших успехов. Это и машиностроение, как было упомянуто, кораблестроение, производство техники, многие другие области. Как вы считаете, в чем причина вот этого экономического очень интенсивного роста? Я бы сказал, что я бы все-таки не совсем согласился, что там был широкий, представленный многими секторами экономический рост. Главным образом экономика Японии в середине 70-х и начале 80-х росла на двух секторах. Это на секторе электроники и микроэлектроники. И совершенно верно на секторе автомобилестроения. Да, в Японии есть выплавка стали, есть кораблестроение, есть даже космические технологии, много чего есть, но они все не вносили существенный вклад вот в эту корзину японского ВВП. То есть две индустрии вот эти, которые фактически задавали весь тон динамики ВВП Японии. И, по сути говоря, это было, на мой взгляд, совершенно гениальное открытие, ну, как бы сказать, решение японского руководства, которое, по сути, сделало экономику наизнанку. То, что для других экономик считалось плохо, например, ослабление нацвалют, это для большинства европейских экономик было просто наказание настоящее. Для Японии это было благо в те годы. И дефляционный вот этот феномен, когда банк Японии фактически сам скупал свои ценные бумаги, которые имитировались местными эмитентами, это тоже, в общем, некотором роде японское ноу-хау, которое, ну, все равно, в любом случае, понятно было, что, как говорится, сколько веревочки не виться, будет конец. В том смысле, что экономика наизнанку, она не может считаться легитимной экономической моделью, которую можно адаптировать под любые другие экономики. Это не так. Специфика именно заключается в том, что, как справедливо было сказано, Япония не обладает большими территориями. Это довольно скалистая и неплодородная земля. И для того, чтобы такой экономике подняться и действительно вырасти до размера второй экономики мира, в абсолютном выражении, в долларовом, нужно было очень сильно постараться и что-то придумать. Япония сделала ставку на хай-тек, на высокие технологии, на микроэлектронику, в которой преуспела. И преуспела она во многом из-за менталитета японского, где лояльность является чуть ли не главным человеческим качеством. Японские выпускники институтов и университетов, поступая на работу ту же Тойоту или там Митсубиши, они могли всю жизнь проработать на этом предприятии. Лояльность потрясающая. Было очень трудно перекупить таких сотрудников. Они обладали уникальным набором технических, технической экспертизы, знаний и конкретных навыков, которые никто другой в мире не обладал. И даже невозможно было этих сотрудников соблазнить, например, работой в США до тех пор, как в США не стали появляться филиалы вот этих японских корпораций. То есть фактически эти люди в течение всей своей жизни нарабатывали экспертизу, нарабатывали контроль качества, нарабатывали безупречную работоспособность. И это определило именно то, что Япония стала единственным, по сути, поставщиком микроэлектроники в период с середины 70-го по середину 80-го, вот это золотое десятилетие японское, ни одна экономика мира не могла состязаться в дешевизне и в качестве японской микроэлектроники, а также автопрома. Поэтому, но, как говорится, все, как мы сказали, сколько веревочкой не виться, все равно рано или поздно приходит конец. Вот это экономическое чудо было потеснено приходом Китая, который начал копировать технологии и делать это еще более дешево. И, по сути говоря, уже конец 80-х, начало 90-х, который мы можем считать веком Китая, Япония столкнулась с неожиданной конкуренцией. Наверное, я думаю, Япония не ожидала этой конкуренции именно от своего южного соседа, от своего юго-западного соседа, так скажем, поскольку она до сих пор никогда не конкурировала с Китаем. И считала Китай, ну, в общем, развивающейся экономикой, далеко позади, со своими социальными проблемами, с неоптимальной социальной моделью развития и так далее, и так далее. Мы не будем говорить про Китай, потому что мы знаем, что именно произошло в 90-е годы в Китае, но это очень сильно больно ударило по доминанте японской на международном рынке. И, по сути говоря, Япония перестала быть экономикой экспорта, по крайней мере, уникального экспорта, у которого нет конкурентов. Она продолжает экспортировать, и, кстати говоря, японская электроника по-прежнему ценится как одна из наиболее надежных. А японский автопром также считается одним из наиболее желанных для всех. И посмотрите, здесь, в Юго-Восточной Азии, вот я сейчас на Филиппинах, в основном автомобиль, автопром весь японский. Это залог качества, это залог долгожительства и долгого срока эксплуатации без ремонтов. Это остается все, но, тем не менее, для людей, у которых падают доходы, а таковых сейчас в мире немало, японская промышленность столкнулась, еще раз повторюсь, с китайской конкуренцией. То есть те, у кого нет возможности покупать дорогую электронику, дорогой автопром, относительно дорогой, они все чаще поглядывают на Китай. И Китай в этом смысле абсолютно четко позиционируется. Это не случайность, это не стечение обстоятельства. Да, Китай в открытой экономической конфронтационной конкуренции сейчас с Японией. Поэтому в Японии, к сожалению, ослабление иены, так как это было в конце 70-х, в начале 80-х годов, сейчас уже не показано, как говорится, медицинским языком. Это уже не является столь чистой, фильтрованной экономикой экспорта, эксклюзивной, какой она была в те годы. И поэтому чрезмерное ослабление японской иены, оно бьет по другим важным секторам. В частности, эти сектора в последние годы стали все более и более важными для экономики Японии. В частности, в контексте того, что тоже было упомянуто, и тоже является очень специфическим, очень болезненным феноменом Японии, это стареющее население. Я думаю, что мы просто позднее продолжим, иначе это будет монолог. Да, действительно. Вот мы говорим про успехи Японии, но в основном мы про них говорим в прошедшем времени, потому что где-то к концу 80-х, к началу 90-х, такой интенсивный экономический рост в Японии прекратился. Да, это по-прежнему развитые государства, развитая экономика, высокий уровень жизни, но экономический рост в год в среднем где-то 1,5-2% с тех пор составлял. Талят, как вы считаете, значит ли это, что на тот момент японская экономика уже исчерпала потенциал своего роста, и согласны ли вы со своим оппонентом, что виноват в этом во многом Китай? Или здесь все-таки какие-то другие причины первоочередные? Однозначно называть виновником всего торжества Китая не совсем правильно, потому что во всей мировой экономике идет активная конкуренция. Да, Китай является одним из генераторов этой конкуренции, но можно отдельно также выделить те же США, ту же Германию, например, в области автомобилестроения. Тут важные игроки. Если раньше это была Япония, то есть Ford и различные компании США, достаточно там тот же Mercedes, BMW, Германия была определенная конкуренция, то последние 2-3 года мы можем наблюдать, как электрокары в Японии активно развиваются, и это способствует даже тому, что буквально недавно США, а буквально неделю назад Европейский Союз ввел чуть ли не стопроцентные пошлины, чтобы как-то защитить свой экспорт, внутреннее потребление, чтобы население больше использовали внутреннюю продукцию. Естественно, то есть отдельно выделять Китай как игрока, например, на рынке тех же семиконтакторов, проводников, тут отдельно можно выделить многие компании в США, это NVIDIA, IBM, которые очень активно и прогрессивно развиваются в этой области и составляют очень жесткую конкуренцию Японии. Соответственно, отдельно выделить Китай тут нельзя, потому что во всем мире сейчас идет очень жесткая конкуренция, и учитывая все эти факторы и определенные внутренние факторы, это факторы, как я уже отметил, это старение населения, то, что конкурентоспособность внутри страны падает, в мировых рынках она теряет позиции, соответственно, это способствует тому, что экономика Японии падает, и более того, я бы сказал, что буквально за 3-5 лет экономика Индии сможет опередить экономику Японии в номинальном значении ВВП. Соответственно, я бы сказал тут то, что идет большая конкуренция во всем мире, и Япония не может отвечать некоторым вызовам с учетом того, что определенные другие страны более активно развиваются, например, в тех же Штатах можно отдельно выделить область стартапов, который в свое время тот же Тесла развивался, стал одним из самых крупных производителей электрокаров, но, учитывая большую конкуренцию на мировом рынке, сейчас мы увидим, как Китай берет этот курс, активно, агрессивно инвестируя в развитие этой области, берет определенную долю рынка у тех Штатов и у Японии. То есть появляются на мировом рынке новые игроки, которые составляют достойную конкуренцию бывшим лидерам. Владимир, вновь вопрос к вам. Ну вот, несмотря на то, что последние уже три десятилетия достаточно сдержанный рост японской экономики происходит, такие явные проблемы, они в Японии экономические стали видны последние, наверное, пару лет. Ну, допустим, вот в прошлом году рекордная инфляция 3,1%. Ну, возможно, да, нам на постсоветском пространстве кажется, что это ничто, но для Японии это рекорд за 41 год. Японцы к такой инфляции не привыкли. Ну и, кроме того, с 2022 года резко падает курс иены постоянно, несмотря на все инициативы, меры правительства для поддержания национальной валюты. Как вы считаете, вот эти последние проблемы чем спровоцированы? Ну, вообще, надо сказать, что инфляция для Японии это примерно то же самое, что дождь в пустыне Сахары для бедуина. На инфляцию в Японии в конце прошлого века чуть ли не молились. Понимаете, то есть чуть ли не ходили в храмы и не ставили свечки для того, чтобы в Японии хоть бы хоть чуть-чуть какая-нибудь инфляция появилась. Потому что страна в течение двух десятков лет существовала в жесткой дефляционной среде, заточенной под внешние доминирования на рынке. И вот эти условия, при которых один производитель производил все компоненты продукции. Например, взять тот же самый ноутбук Sony Bay, очень популярный в конце 90-х. Микрочип был тоже Sony, соответственно, это были японские компании полностью. От А до Я. Я уж не знаю, какие там буквы в японском алфавите иероглифов. Ну, будем так говорить. А потом получилось, что Китай пришел, и, соответственно, часть мира начали... И он начал аппроприировать отдельные звенья производства вот этих компонентов. Взять тот же самый Тайвань, семикондактор, полупроводниковые предприятия, которые выпускают полупроводники, и больше ничего она не делает компьютеров. Для японцев это, конечно, был шок, поскольку они не привыкли к дезинтеграции вот этой вертикально интегрированной цепочки. Они были не готовы противопоставить ничего этому. Но, возвращаясь вот к вашему вопросу, на самом деле, еще раз, инфляция даже в размере 3%, если она не слишком долго продолжалась бы, я уже говорю в сослагательном наклонении, поскольку события развивались по другому сценарию, это было бы для Банка Японии благом и возможностью сделать хоть малейшую передышку от нескончаемого выкупа ценных бумаг с рынка, которые уже просто, что называется, стали предметом шуток и разных сплетен в мире инвестиционных аналитиков. Так вот, собственно говоря, это возникло именно в контексте того, что японская иена начала достаточно активно укрепляться, наоборот, против доллара, и было это после финансового кризиса 2008 года в течение примерно трех лет. Наверное, я сейчас не готов точно говорить, но, наверное, где-то примерно был 2009-2012 годы, вот так примерно. И, соответственно, Япония в какой-то момент начала чувствовать сильное давление, потому что эта экономика, еще раз повторюсь, экспортоориентирована. И они начали в те годы предпринимать все возможные усилия для того, чтобы вновь японскую иену ослабить и вернуть экономику к этой классической модели, которая обеспечила вот это безбедное существование в течение 10 лет, о котором мы вот сейчас говорили. Но это не привело именно ослабление иены банком Японии, не привело к желаемому результату, потому что уже к этому моменту мировая экономика была настолько сильно диверсифицирована и конкурентна в плане экспорта тех классических статей производства, которые Япония всегда предлагала всему остальному миру, что банк Японии снова вернулся к идее нейтрально-дефляционной. В такой ситуации японской экономики жить, в общем, было бы проще, как минимум потому, что этот шаблон был уже использован, он доказал свою состоятельность и можно было просто руководствоваться теми старыми, что называется, шпаргалками, которые у банка Японии уже были. Ну, проблема именно в стареющем населении, которое требует большого объема строительства. Люди пожилые, как правило, живут в одиночку, по крайней мере в Японии. Ну, вот так складывается традиция. И, соответственно, они должны уезжать от своих детей. И вообще, вы знаете, наверное, такую историю, что некоторые пожилые люди уходят на гору Фукуяма и там, я могу ошибаться с названием, но сводят концы с жизнью, особенно из бедных семей, чтобы не становиться обузой для молодых семей своих. Представляете, какая драматическая традиция. Ну, не будем на этом останавливаться, это как бы лирика, но, тем не менее, пожилым нужно много нового жилья, в Японии мало площади. Строительство начало, в общем, какие-то национальные черты приобретать. То есть, невозможно, например, взять и импортировать технологию строительства из какой-либо европейской страны и внедрять ее в Японию. Это не работает. Другая география, другая геология, это горные строительства, это часто дома, в которых нету ровного фундамента. Это когда одна стена имеет одну длину, а противоположная стена в два раза короче и так далее. То есть, вот эти все нюансы, они вызвали спрос именно на рост японской строительной индустрии, которая вот именно сейчас больше всего и страдает от такого существенного падения японской гены, поскольку, еще раз повторюсь, Япония не является... Японская экономика хорошо существует, когда основная часть идет на экспорт, то есть, с положительным сальдо торгового баланса. В ситуации, когда Японии нужны строительные материалы, нужно много цемента, нужно много меди, нужно много классических строительных продукций, слишком сильное ослабление гены, оно бьет по строительному сектору, что, кстати говоря, мы и видим по текущей макро-статистике, и это замедляет один из наиколе важных секторов, на которые сейчас правительство Японии после ухода предыдущего премьера делало большую ставку. Понимаете, вот в чем трагедия ситуации. На самом деле, достаточно уникальная национальная черта японцев, что именно пожилые провоцируют рост спроса на жилье. В других странах, как правило, это молодежь, молодые семьи. Видимо, для того, чтобы разобраться действительно в проблемах экономических Японии, нужно знать японский менталитет. Толя, вновь вопрос к вам. Вообще, проблемы, вообще ситуация в крупнейших экономиках мира, она, как правило, отражается и на других странах. В целом, на мировой экономике, допустим, вот в рамках передачи, я достаточно часто с экспертами обсуждаю ситуацию в американской экономике, и эксперты всегда сходятся во мнении, что если вдруг в американской экономике будут какие-то проблемы, дефолт, кризис, какие-то крупные банкротства, то эффект от этого почувствуют везде, мы в том числе. То же самое и можно сказать про Китай, даже если взять, допустим, прогнозы по ценам на нефть, они тоже всегда связаны с состоянием китайской экономики. Если китайская экономика растет, значит, растет спрос на нефть, растут цены на нефть, ну и, соответственно, если рост сокращается китайской экономике, то цены на нефть падают. Япония тоже крупная экономика, до недавнего времени это третья экономика, вот с прошлого года это четвертая экономика, уступила Германия третье место. Ну, четвертое место тоже немало. Как вы считаете, то, что сейчас происходит в японской экономике, какой эффект может иметь на нас, в частности, на наш регион, ну и в целом на мировую экономику? В целом, как может это событие повлиять? Ну, нужно учитывать корень проблемы, почему вообще девальвация иены произошла. Учитывая факторы 2020 года, когда появились COVID-меры, когда центральные банки начали активно печатать триллионами долларов и евро деньги, после этого, начиная с 2021 года, появились инфляционные риски, и мы увидели пики в 2022-2023 годах. Естественно, это все повлияло на экономику Японии, потому что, помимо того, что они экспортеры, они также импортеры энергоносителей, а также сельскохозяйственных товаров, и цены активно выросли в этих областях, соответственно, с одной стороны, инфляция начала внутри страны расти, что приводит к ослаблению национальной валюты, но, с другой стороны, есть специфика экономики Японии, когда они, начиная с 2016 года, перешли на отрицательные уровни ключевых ставок. И это привело к тому, что, первое, это отрицательный уровень ключевых ставок, второе, то, что они начали контролировать уровни доходности десятилетних бумаг, и, третий пункт, они начали скупать свои собственные активы, то есть, госдолги активно начали скупать, и, кстати, само правительство Японии является номер один держателем этих бумаг. Все это способствовало тому, что мировые экономики начали бороться с инфляцией с помощью повышения ставок, а Япония оставалась на отрицательных уровнях, что привело к тому, что западные страны и тот же внутренний инвестор внутри Японии начал брать кредиты в иенах на нулевых уровнях и инвестировать в евро, в доллары, что привело к ослаблению национальной валюты. Естественно, в таких случаях, если мы хотели контролируемую дефляцию, девальвацию, то тут уже все это перешло в неконтролируемый уровень, и начиная с марта текущего года правительство Японии перешло к нулевому уровню ключевых ставок, но это не помогло, потому что все еще интереснее держать свои активы в казначейских бумагах США или в госдолги евро, потому что там средняя ставка 4-5%, а в Японии мы имели нулевые ставки. Соответственно, все это привело к девальвации валюты. Начиная с февральта марта текущего года, правительство предприняло меры по валютной интервенции, за месяц в районе 60 миллиардов долларов было потрачено на подкрепление курса иены, но практика показывает, что это не помогает. Соответственно, какой выход вообще у правительства Японии? Есть два выхода. Это повышение ключевых ставок, но тут основная проблема в том, что госдолг Японии составляет 265% от ВВП страны, что является топ-3 в мире. И, соответственно, повышение ставок – это повышение выплат по этим долгам и потенциальный дефолт в будущем, что, кстати, приведет к повышению цен на кредит-дефолт свопы по японским бумагам. Второй выход, который мы хотели бы подчеркнуть, это то, что Япония является одним из главных держателей казначейских бумаг Соединенных Штатов Америки. И, соответственно, чтобы как-либо помочь укреплению своего курса, она должна продать свои активы в США, которые составляют свыше одного триллиона долларов. И, продав эти активы, использовать на укреплении своего национального курса. То есть продажа всех этих активов привезет к тому, что ставка по казначейским бумагам в США будет расти. И, соответственно, с другой стороны, это привезет к укреплению доллара, потому что они будут более привлекательны в плане доходности. Но, с другой стороны, в краткосрочной мере Япония сможет решить свои определенные проблемы, но в короткие сроки. Нужно отметить, что Япония в данный момент находится на позиции цукцванга, как мы говорим в шахматах, когда любое следующее решение приводит к ухудшению внутренней ситуации. И, естественно, учитывая то, что японская иена является мировой резервной валютой, центральных банков. Она уступает доллару, евро и фунту стерлингов. И сейчас находится на четвертой позиции. И где-то свыше 4% большинства позиций в центральных банках, она находится в евро, в иенах. Соответственно, ослабление Японии, как экономики, как и иены, приведет к глобальным проблемам. И можно даже будет ожидать глобальный финансовый кризис, который может начаться из Японии. Все в этом мире связано. Владимир, и, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. У нас не так много эфирного времени осталось, поэтому прошу краткого ответа. Вот наш эксперт в студии заговорил по поводу денежно-кредитной политики, которая во всех развитых странах в последние годы ужесточалась. Ну, японский банк держался до последнего и принял решение только в марте этого года. До этого были, как уже было отмечено, отрицательные ставки. Вот в марте повысили до 0,0.1%. Как вы считаете, почему так поздно и почему так мало? Ну, вот, да, на самом деле, новый руководитель, гавернер Банка Японии, Кадзуа Уэда, по-моему, его зовут, он неоднократно намекал на то, что у Японии, вот, как правильно было совершенно сказано, достаточно ограниченные возможности для фискального, финансово-монетарного маневра. А потому что за Японией стоит ее главнейший внешний партнер, внешнеэкономический США, и у США есть своя собственная политика, в том числе, опять же, как правильно было сказано, в отношении холдингов, владения Японии, казначейских облигаций США, которые действительно составляют основу японских активов международных. И действительно, если Япония начнет пытаться укреплять свою иену через продажу казначейских облигаций, она столкнется с противодействием со стороны Министерства финансов США. И некоторые злые языки уже подтверждают, что такие разговоры, то ли закулисно, то ли в режиме, значит, видеоконференций, состоялись между Джанет Йеллен и гавернером Банка Японии. Джанет Йеллен в достаточно категоричной форме указывала, что это делать нельзя. А почему, мы понимаем. Поэтому в ответ на этот вопрос как раз-таки заключается в том, что возможности для маневра у Банка Японии очень минимальные. Они предприняли попытку вывести ставки до нуля очень аккуратно для того, чтобы никого не вспугнуть. Еще раз, это вторая была экономика, потом она была третья, в тот момент, когда они предприняли первые попытки. Соответственно, и один из главных, скажем, доноров, да, казначейства США, маневры очень ограничены. И фактически ограничены, опять же, реакции главного экономического партнера Японии на то, что она делает. Поэтому попытка была сделана, поскольку это было возможно в данный момент, но существенно конкурировать с Европейским Центральным Банком и тем более с ФРС в плане вот этой гонки за повышение ставок, которая началась в 2021 году, Япония не могла по вышеупомянутой причине. То есть это была заведомая гонка с участием одного из, там, я не знаю, стайеров, спринтеров, марафонцев, который имел растяжение связок, но тем не менее решил поучаствовать. Как-то вот так. Да, вот уж действительно, ни одна страна мира, наверное, не может процветать бесконечно. Бывают периоды взлета, периоды падений, и любой экономический рост когда-то заканчивается. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что в гостях у нас в студии сегодня был Толят Калаев, директор инвестиционной компании Unicapital, а по видеосвязи к нам присоединялся Владимир Рожанковский, управляющий директор компании Trade123. Это была передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Сегодня мы говорили о резком падении курса иены и о перспективах японской экономики. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин